С Верой в спорт Это значит, что близится у нас очень большое, яркое событие. Это ралли «Вятка», который я уже упоминала сегодня. Давай напомним слушателям, что это за мероприятие, почему оно так важно для города Кирова, Кировской области и вообще для России. Чем оно ознаменовано? Расскажи. Да, мероприятие проходит у нас уже достаточно много лет. Это первый этап Кубка России по ралли. То есть это уже традиционно. Мы на протяжении нескольких лет открываем как раз-таки сезон раллийный. На самом деле, те спецучастки, по которым мы ездим, гоняем на этой гонке, они уже традиционные с очень-очень древних времен, будем так говорить. Поэтому о ней очень много кто знает, о ней очень много кто говорит. Соответственно, все это передается из уст в уста. И каждый год нам приезжают посмотреть, а что же за такое ралли «Вятка» и первое этап Кубка России. А посмотреть, что они еще до экипажа. Да, ну как посмотреть, понюхать, погонять. Проводится оно у нас традиционно в декабре. Мы всегда ждем с нетерпением снега, чтобы начать подготовку к этому мероприятию. Важно же оно, конечно, потому что в автомобильном спорте в Кировской области такого уровня мероприятия проходит только раз в году. Кубок России – это всероссийское соревнование, статус кубка. Все, что остальное проходит, это все. Областные мероприятия, чемпионаты, первенства, кубки и так далее. То есть еще и этим оно у нас очень такое волнительное. И мы к нему тщательно готовимся, начинаем заранее и все переживаем, чтобы все прошло на высшем уровне. В этом году это состоится у нас 14-15 декабря. Пораньше на неделю, чем в прошлом. Ну, классика. Мы стараемся выбирать дату проведения за две недели до Нового года, чтобы никого не отвлекать от подготовки к Новому году и к отдыху. Есть новенькое. Давай о новеньком попозже. Еще немного для накала страстей. Что ралли «Вятка» в прошлом году было рекордное количество экипажей 68, если не ошибаюсь. Да. Около того, на самом деле, тоже сейчас уже не вспомню цифру до единички. Географию участников еще расскажи, пожалуйста, куда приезжают. География, на самом деле, очень большая. У нас есть любители, которые раньше гоняли в городе Кирове и здесь проживали, сейчас живут в солнечном Сочи. Вот. То есть оттуда у нас экипажи любят приезжать, потому что снега они не видят. И погонять по нему они приезжают традиционно к нам в город Киров на наше мероприятие. Это Санкт-Петербург, это, конечно же, Москва, Екатеринбург, Челябинск, Сыктывкар, ну, то есть Коми-Республика, да. Нижний Новгород, кто еще? Ну, вроде бы все основные. Ну, очень большой, на самом деле, разброс. Все, что от Санкт-Петербурга до Урала к нам, так или иначе, в разные года приезжают и гоняют на нашем первом. Потому что длинный перерыв, и есть возможность проверить, обкататься, и будет время запаса еще подготовиться к следующему иконке. Поэтому любят приезжать именно с точки зрения и обкатки, может быть, новой техники после закончившегося сезона, да. Ну, вот. Искусство. То есть это первый этап Кубка России 2019 года, то есть это возможность набрать уже на первых этапах очки, чтобы потом уже опережать своих конкурентов. Ну, да, кто-то выбирает такую стратегию, да, собственно, чтобы приехать, может быть, рассчитывают себе то, что будет мало участников. Мы сейчас с места в карьер наберем очки, и дальше уже будет какой-то задел, да, чтобы выиграть вообще весь Кубок России. И вот поэтому с этой целью сюда тоже очень часто приезжают экипажи именно с этой. С целью набора очков приезжают экипажи, сталкиваются, вот, как ты сказала, с кировским таким вот снегом, серьезным. Очень красивые пейзажи всегда трассы представляет наша кировская. Расскажи, пожалуйста, о спецучастках, которые будут. Да, их ранее было три, насколько я помню, сейчас их будет четыре. То есть у нас добавляется новый спецучасток. Давай сначала о первых трех поговорим. Протяженность, где эти спецучастки будут находиться, где будут проходить? Да, у нас традиционно по названиям, да, спецучастки всегда очень интересные. Традиционно уже несколько лет подряд мы проводим, да, ралли на спецучастки Сидоровка. Объяснять не надо, это район Сидоровки, соответственно, да. Это вот самая классическая трасса ралли-вятка, по ней очень многие годы проводят именно ралли. Далее у нас есть интересный спецучасток, это лесная сказка, который частично включен в Сидоровку, да. И он особенно тем, что он проходит по лесу в ночное время, в суток. Вот он в связи с этим такой достаточно, может быть, нет, страшный, но я бы сказала. В приятном таком смысле. В приятном смысле, да, с точки зрения рулёжки. Нервишки пощекотать. Он очень профессиональный, да, то есть там есть... Это не просто там прямая дорога со сгибами, да, как называют его 3D-пейзаж, да, то есть трехмерность именно дороги. Вот поэтому он такой очень профессиональный с точки зрения пилотажа. И интересно, потому что ночью, поскольку ночью ты видишь совершенно не так, как ты видишь днём. Последний раз мы в том числе использовали это Заречный парк, да, и это Кикимора с интересным названием спецучасток. И также у нас был, но мы уже давненько не использовали, Завятский лапоть, который у нас проходил за Боровицей, то есть вот тот район, Слободской район. Ну, мы там, к сожалению или к счастью, не могу сказать, перестали подготавливать спецучасток. Вот в связи с тем, что всё-таки удалённость и большой перегон через Слободской район, через город Слободской у нас получился. Да, учитывая затраты на топливо, которое экипажи несут, это вылетает в копеечку. Ну да, во-первых, это, во-вторых, есть регламентировано количество перегона, чтобы они могли свой рассчитать запас топлива и доехать до финиша ралли. Поэтому мы искали что-то ближе, чтобы всё было компактно. И чем ещё гонка эта известна и нравится людям, то, что ты от штаба ралли, где у нас всё это концентрируется до любого участка, добираешься в пределах 10-12 километров. Штаб ралли, напомним, Прудная 51. Да, это Коминтерн, и всё остальное скапливается, соответственно, в районе Порошина и около. То есть это очень всё рядом и близко, и это тоже плюс. И новый спецучасток, мы стали сотрудничать с ДСААФ, и у них есть всем известный аэродром в Порошино. И вот там как раз будет новый спецучасток, он будет протяжённостью 5 километров. Мы хотели бы больше, но больше нам не позволяет просто пространство. И не влазит. Вода не влазит. Мы можем, но не влазит. И там у нас, соответственно, новый спецучасток, скоростной участок. Назвали его классический аэродром по месту проведения. А в дальнейшем, и что нас очень, может быть, и заманивает, радует, что мы этот спецучасток можем использовать далее для проведения местных областных соревнований, поскольку это рядом с городом. На аэродроме есть техника, мы можем всегда почистить зимой, да. Ну и так далее, так далее. Плюсы есть, поэтому мы вот прям сошлись на этом участке дороги и будем его использовать в качестве красного. Расскажи, пожалуйста, о планах на эти два дня, что ждёт экипажи и протяжённость трассы общей. Ну, по правилам, да, протяжённость трассы Кубка России должна составлять боевых километров. Это 80, то есть у нас 80 километров боевых, общая протяжённость 160 километров. Это всего всей гонки вместе, так называемым, с перегоном, с дорожным режимом и так далее. Первый день, пятницу, да, нас ждёт 4 спецучастка скоростных, и это будут ночные, соответственно, потому что мы поедем вечером уже в темноте. И на следующий день нас ждёт ещё 6 проходов, и вся эта общая протяжённость будет составлять 80 километров. С одним перерывом на сервис, где, да, участники смогут что-то починить, подлатать, приладить, сменить резину, шины в смысле, да, и, собственно, отправиться в бой, зарабатывать. Заклеить скачинки в прошлые годы. Да, вот. Ну, собственно, провести текущий некий ремонт и отправиться дальше покорять нашу трассу. Из каких-то суперновшеств по времени это будет всё-таки классически, как и было, да, вот пятницу мы вечером, и дневная гонка, то есть при световом дне мы проводим второй день. Подведение итогов и награждения классически в штабе ралли, да, это вот в Коминтерне на проданной 51. Это будет в субботу вечером. Да, в субботу вечером. Время у нас указано в программе, это 18.30. Как производится подготовка трассы, расскажи, пожалуйста. Ну, это очень весёлое мероприятие. Изучение, проверка трассы, то есть выбор, да, проверка то, что там осталось после осени, потому что осенью, как правило, дороги все немножечко приходят в негодность. Мы говорим про гравийное, там, грунтовое и так далее, да, не асфальтовое покрытие. Вот, соответственно, мы едем на разведку, на каком-нибудь большом проходимом автомобиле, смотрим, какое у нас там ЧП, не ЧП, вообще фронт работы, дальше определяем вид техники, который сможет нам это или выровнять, или там, может быть, не знаю, там бывает, что появляется какой-нибудь ручей, вдруг нечаянно его нужно, да, как-то, чтобы он замёрз, и так далее. То есть мы выбираем технику, и далее, соответственно, у нас, по графику, тот, кто может, да, из Оргкомитета, это и судьи в том числе получается, да, мы направляемся на трассу Урали с этой техникой, и, собственно, там уже детально работаем, подготавливаем её, потому что, ну, просто по пересечёнке мы провести это мероприятие не можем, потому что это небезопасно, то есть это в любом случае, и должна быть не просто прямая, да, если мы говорим про какой-то вновь сделанный участок дороги, а вот мы его готовим, приводим в нужное должное состояние, дальше мы ждём снега, и уже по снегу, соответственно, выравниваем. Прокладывается ещё дальше. Да, 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 то есть мы её делаем более ровной. Наверное, там, где мы прокладываем в таких местах, где дорога не очень хорошая после осени, да, местные жители достаточно рады и благосклонны к этому. Да, что дорога появляется. Да, что дорога, она просто в хороший вид приводится на самом деле, да, и после того, как даже гонка прошла, остаётся её только, ну, чистить, да, также вот и, собственно, можно спокойно ездить, она не уничтожается, с ней ничего не происходит такого какого-то страшного, да, она не убивается в то же состояние, допустим, в каком была. То есть благодаря Морозу, несмотря на большое количество экипажей, в этом году, я так понимаю, их рождается больше, чем в прошлом. Мы очень надеемся, да, мы приглашаем, мы очень надеемся, что у нас будет ещё больше, мы в любом случае, то, что в Кирове происходит, да, в области со спортсменами, кто готовит технику, мы владеем информацией, то есть мы ждём, как минимум, два новых автомобиля, это в городе Кирове, то есть ребята подготовились, успевают собрать всё, и они готовы в бой, вот. Также у нас, мы не забываем, как всегда, про несовершеннолетних участников, это Паша Усадова, да, Павел у нас в этом году опять получил разрешение в качестве пилота. Павел весь этот год, весь этот сезон довольно хорошо себя проявляет, всё лучше и лучше новости у него постоянно уходит. Да, и вот он планирует, соответственно, опять-таки же ехать Кубок России по ралли, вот он начинает традиционно с святки. С разданки. Да, разрешение есть, вот, поэтому он принимает участие, вот, ну, я думаю, что будет экипажей больше. Да, поясним ещё про Павла Усадова, что разрешение имеется в виду на вождение автомобиля именно на спецучастках, правильно я понимаю? Да, конечно, поскольку он несовершеннолетний, у него нет водительского удостоверения, то в это время за рулём находится по дороге общего пользования его штурман, а вот, а далее, да, на скоростном этом участке он получает разрешение в Российской Автомобильной Федерации на особом совете, вот, и после этого ему выдают лицензию водителя, и он имеет право пересаживаться вот. Это что за Пашем будем болеть, как всегда. Конечно, конечно. Да, по поводу болельщиков, кстати, расскажи, пожалуйста, можно ли будет как-то приехать посмотреть, потому что на самом деле безумно зрелищное и красивое мероприятие. Вот как машины стартуют, это просто, вау-эффект. Можно ли будет как-то это увидеть? Ну, как раз-таки по опыту прошлого года, да, мы организовали прямую трансляцию, может быть, немножечко задержка, но для всех это было первый раз на самом деле. Но выглядело очень круто. Да, особенно тоже и ночная, да, то есть, ну, были сложности в трансляции, тем более это зависит от связи и покрытия. Не везде, кстати, покрытия хорошие, хотя мы рядом с городом. Вот, поэтому в этом году мы планируем то же самое, вот, чтобы... Но в этом году мы планируем без заминок, да? Да, чтобы, включив кнопку телеканала, да, или выйти в интернет и посмотреть прямую трансляцию. На сайте будет девятки, да, я так понимаю, на сайте Ролевятка, в группе ВКонтакте Ролевятка, там трансляции будут. То есть можно в любом случае при организации ее со всеми явками и паролями, когда что будет, естественно, будет вся информация опубликована на официальной группе ВКонтакте, да, Ролевятка. И посмотреть вживую, посмотреть Ролевятка, проблематично с точки зрения того, что все-таки она по дорогам общего пользования, но они перекрыты, и в связи с этим попасть где-нибудь там в лес, не в лес на полянку, а перекрытие происходит заранее, очень проблематично, и если туда даже зритель попадает каким-то образом, да, то он не сможет до окончания мероприятия туда уехать и покинуть эту трассу, потому что она будет закрыта и контролироваться маршалами. А вот в качестве нового спецчастка, вот как раз-таки аэродром, он находится близко к дороге, это дорога, да, по ходу движения в Порошино. То есть можно будет увидеть чуть, ну, это темнота, поэтому, наверное, свет фарта можно будет точно с дороги увидеть. Ну, и понятно, что мы... Не брызги снега там, которые будут лисеться. Да, официальной, как таковой, зрительской зоны мы не организовываем, да, то есть чтобы там всё было вот как должно быть. Поэтому те, кто действительно фанаты, да, ралли или просто вот есть интерес посмотреть хотя бы, что это, то можно туда подъехать, запрокладить в безопасном месте автомобиль свой, ну, и по сугробам, пешочкам, с термосом, да, пройтись, посмотреть. Может быть, что-то кто-то увидит с дороги, просто увидит, да, посмотрит. Да, и, конечно же, мы напоминаем не лишний раз о том, что нужно быть предельно осторожными, аккуратными, следовать всем распоряжениям судей и маршалов. Они все беспокоятся о вашем здоровье, о вашей жизни. Спорт довольно опасный, вот поэтому всегда держитесь в стороне. Не заходите за ограничительные полоски ленты ни в коем случае. Вот, вырытите там себе где-нибудь норку лучше всего, да, и уже оттуда наблюдать. Техника безопасности тоже есть. С ней лучше всего, конечно, перед мероприятием ознакомиться. Давай тогда сразу о возрастные ограничения проговорим, с какого возраста можно вообще такие мероприятия наблюдать. Ну, в любом случае, это, как и правило, да, у нас, так сказать, административное законодательство, да, то есть несовершеннолетние дети не могут находиться без родителей с определенного времени, да, вот, либо в сопровождении. Естественно, наверное, больше это интересно все-таки тем, кто владеет автомобилями, имеет водительское удостоверение, увлекается каким-либо видом автомобильного спорта, может быть, мото и так далее. То есть это больше все-таки интересно, да. Естественно, у нас есть, мы не забываем, дети-картингисты, которым тоже интересно, что такое ралли, да, на будущее. Тут я в любом случае несовершеннолетние сопровождение взрослого. Однозначно, что автомобильный спорт – это небезопасно. Нужно всегда находиться лицом к трассе, лицом к движущимся автомобилю, следовать четко указаниям судей и маршалов, ни в коем случае не заходить, да, за оградительные ленты или просто ограждения. Поэтому мы, может быть, с точки зрения еще того, чтобы это было все безопасно, не делаем вот в этой официальной зоне, да, потому что тут, может быть, тяжелее организовать, да, никаких-то явок паролей конкретных не выкладываем, где там у нас вот прям трасса проходит, да, чтобы избежать как раз-таки вот. Ну, к сожалению, да, приходится так делать, потому что, ну, в отличие, там, не знаю, от формулы 1, от кольцевых, от шоссейно-кольцевых годок, где есть отдельная трибуна, она удалена от трассы, и все безопасно в связи с тем, что человек вообще не находится рядом с трассой, зритель, то, да, это классно, здорово приходить и смотреть. И поскольку ралли проходит по дороге общего пользования, пусть и перекрытой для любого движения, любого транспорта, то человек может выйти из леса, да, и, не дай бог, что-нибудь произойдет, поэтому, если вы же все-таки отправитесь смотреть, то четко следовать указаниям маршалов и судей, ну, и всегда лицом к трассе, лицом к автомобилю, никогда спиной, ну, и так далее, и так далее, и не выбегать, и ничего не выкладывать на трассу. Это все очень небезопасно, автомобиль может вылететь с трассы в совершенно непонятном направлении, нарушая все законы физики. Такое бывает, да, и прошлое мероприятие, тому пример. Да, напомню, что это программа «Свероспорт». Сегодня в гостях у меня судья первой категории, заместитель руководителя гонки первого этапа Кубка России, ралли «Вятка» Марина Манина. Еще упомяну, Марина, о том, что вот есть возможность, конечно, приехать посмотреть, опять-таки, со всеми предосторожностями, которые ты указала. Планируется, что будет трансляция гонки с комментариями эксперта спортивного. Ну, кроме того, есть у нас еще замечательные наши друзья-фотографы, которые в режиме онлайн постоянно фотографируют и выкладывают фотографии. Я надеюсь, что в этом году их будет не меньше, чем в прошлом. И постоянно можно наблюдать, что происходит в гонке, да, какие новости, кто там как красиво повернул, завернул, подлетел. Не дай бог, вылетел. Да, так что будем держать кулачки и наблюдать за этим. Упоминали уже мы с тобой сегодня о том, что есть на подобного рода мероприятиях такие важные люди, как судьи и маршалы. Давай расскажем о том, кто это такие, да, и о том мероприятии, которые специально для судьи и маршалов и всех неравнодушных к автоспорту скоро ждет. Да, конечно же. Вот любое соревнование не может пройти без вот этой составляющей, как судьи и маршалы, потому что, ну, спортсмены в никуда поедут, да, и это кто-то должен организовать, контролировать. И грамотно, и чтобы это соответствовало всем тем правилам, которые установлены. Естественно, на такое мероприятие, как ралли-вятка, и вообще, в принципе, там, где большая протяженность, да, трассы, используются, ну, как не используются, работают, тоже сказать, это и волонтерство в том числе. Задействованы. Да, задействованы, да. Большое количество судей и маршалов. Судьи у нас в данной гонке будут работать даже больше, чем в прошлом году, с тем, что у нас будет одновременно работать несколько спецучастков, да, соответственно, несколько комплектов хронометража и комплектов судей, будем так говорить. Да, хронометраж – это как раз оборудование, которое замеряет с точностью до доли секунды, до тысячных, старт и финиш конкретного экипажа. Да, то есть его результат определяется, хронометрируется с точностью до тысячной. Судья – это, естественно, обладающий а, лицензией, б, категорией. В прошлом году специальную подготовку, хорошо, чтобы в лицензии категории получить. Да, однозначно, да, то есть который отсудил определенное количество в качестве подготовки соревнований, сдал квалификационный зачет, экзамен, да, будем так говорить, и получил соответствующую категорию. Судьи у нас бывают в четырех категории, это третья, вторая, первая и всероссийская категория. Ну, соответственно, всероссийская – самая высшая. К ней прийти реально, возможно, кто желает, тот судит мероприятия, посещает семинары соответствующих категорий, да, и сдает зачеты благополучно и получает эти категории при помощи, в данном случае, Федерации автомобильного спорта Кировской области. Да, и всероссийская, давай еще скажем, что это те уникальные люди, которых в Кирове довольно-таки много, которые имеют право судить Формулу-1, насколько я понимаю. Да, это так, то есть судья всероссийской категории – это тот судья, который может работать на всероссийских соревнованиях уровня, всероссийские первенства России, Кубок России, чемпионат России. Чтобы судить совсем-совсем Формулу-1, нужно международную еще немножечко иметь категорию, но она выдается самой Федерации автомобильного спорта вообще, которая у нас наша мировая, будем так говорить, да, ФИА. У нас есть в Кирове такие ребята. Ну да, они есть, да, конечно же. Далее, для того, чтобы просто начать работать на соревнованиях, ты должен как минимум посетить семинар и первую свою практику, так сказать, отработать. И как раз-таки в преддверии подготовки Королевятка мы всегда проводим традиционный семинар для того, чтобы вспомнить все для тех, кто уже... Вспомнить, освежить знания. Да, освежить знания. Естественно, требованием обязательным является вот это подтверждение категории, да, и для того, чтобы ее подтверждать, необходимо опять-таки же ежегодно проходить, может быть, один, а где-то бывает и два семинара посещать. То есть, соответственно, те, кто ни разу не был судьей, может спокойно прийти к нам на наш семинар, зарегистрироваться, отслушать его, попробовать сдать квалификационный зачет, может быть, с первого раза не получится это сдать, да, на достаточное количество баллов, чтобы приступить к работе. Ну, ему можно сдать и еще, и еще, и еще, да. И тем самым принять участие в судействе данного события всероссийского масштаба. Маршалы – это как раз-таки те люди-волонтеры, да, которые обеспечивают ту самую безопасность вместе с таким человеком, как комиссар по безопасности и маршруту. И, естественно, на каждое такое мероприятие у нас есть план безопасности. И вот все это вместе реализуется вместе вот с этими ребятами-маршалами-волонтерами. Аналогично. Стать маршалом нужно желание. Это возможность увидеть как раз-таки вживую, да, но все-таки больше не для того, чтобы посмотреть, да, но и четко отработать то, что необходимо сделать на этой гонке, это обеспечить безопасность. Ту самую, когда ты в лесу на той самой тропке, где может выйти зритель, да, и ты должен ему объяснить, что не надо никуда ходить, нужно достоять до конца, досмотреть и сделать все хорошо и аккуратно. Да, то есть они глаза и уши судьи, да, вот судьи, маршал, это глаза и уши, собственно, того руководителя гонки, который находится в штабе, и он не видит, что происходит на трассе, а получает оперативную информацию от этих людей. То есть это глаза и уши, руки в том числе, да, вот. И чтобы стать маршалом, аналогично нужно желание также для маршалов, да, в том числе вместе с судьями мы проводим общий, да, семинар, ну, у нас первая часть будет для маршалов, а вторая уже такая более подробная, глубокая, с вниканием в правила проведения данного вида спорта для судей. То есть маршалы прослушают общие как раз-таки вот эти все принципы обеспечения безопасности на данных соревнованиях, как себя вести, что делать, куда бежать и так далее, и так далее. А вот после этого, естественно, мы приглашаем на данное мероприятие, и человек приезжает и получает удовольствие, я надеюсь. А сначала оборудование, а потом уже удовольствие. Конечно, да, сначала оборудование, потом удовольствие, и потом опять-таки сдаёт оборудование. Весь этот семинар, я сразу тогда скажу, да, пройдёт 1 декабря 2018 года. Начало у нас с 9.00, пройдёт оно в актовом зале Территориального управления Ленинского района по городу Кирова, это улица Воровского, дом 79. Я вроде бы правильно. То есть это напротив Колизея, кинотеатра Колизея, то есть напротив вот террауправления. Можно будет спокойно зайти и сказать, что вы на семинар для судей и маршалов, да, пройти в актовый зал и зарегистрироваться, и посетить данное мероприятие. Оно абсолютно бесплатное, с собой иметь только хорошее настроение, ручку, блокнот, ну и время, будем так говорить. Время и голову ушлась еще, чтобы всё это успокоилось. То есть занятость для маршалов у нас ориентируется, ну то есть начало у нас будет, естественно, с 10, потому что мы сейчас создаём времени на регистрацию, поскольку всё-таки мы ожидаем большое количество, у нас ежегодно всё принимает большое количество участников в этом семинаре. И с 10 мы начинаем. Занятость для маршалов – это час-полтора, и далее мы уже переходим к части, к блоку именно судейской, именно для подготовки судей. То есть если есть желание быть судьёй, то оставайтесь. То есть в первую очередь приглашаются все неравнодушные, кто хочет послушать, просто получить информацию, попробовать себя, посмотреть, увидеть воочию, вживую. Да, вот как ты сказала до этого, что зрителям довольно сложно будет проникнуть на это мероприятие. А у судей маршалов будут самые, что называется, вип-места, возможности пообщаться с ребятами, с экипажами, с спортсменами и увидеть, как это всё происходит, самим руководить этим процессом. Это очень и очень круто. Возрастное ограничение, опять-таки, тоже 18+, насколько я понимаю, для того, чтобы принять участие в семинаре, соответственно, получить потом категорию и лицензию. Мы приглашаем всех хотя бы в качестве маршалов послушать, как это происходит, получить отмечку и разрешение быть маршалом на тему, кого на самом деле эта тема интересует. Наверное, можно будет как-то вот, вроде как бы решил маршалом попробоваться, потом что-то вовлекло это всё, да, вся эта тема заинтересовала, осталось ещё на судейскую программу, получил категорию. Можно ли так сделать? Да, конечно. То есть, естественно, не сразу получаем категорию, для того, чтобы получить изначально третью категорию. Да, необходимо отработать 4 соревнования и, естественно, пройти вот как раз-таки этот семинар. То есть, этот семинар из дачи квалификационного зачёта – это первый шажочек к тому, чтобы получить третью категорию. За год её получить более чем просто, да, будем так говорить. То есть, 4 мероприятия – это ближайшие несколько месяцев, и вы уже можете рассчитывать на третью категорию. То есть, после семинара, который состоится 1 декабря, возможно быть только на самом, на ралли-вятках можно быть только маршалом? Нет, ты будешь судьёй, но ты будешь стажёром. То есть, без категорийным судьёй, но стажёром. То есть, ты будешь под присмотром старшего судьи, более опытного, да, но ты будешь стажёром и начнёшь уже зарабатывать тот самый опыт на получение вот этой третьей категории судейской. То есть, отработав стажёром, 4 соревнования, ты уже можешь рассчитывать на третью судейскую категорию, а это всё официально, лицензия с фотографией, с печатью и так далее, и так далее. И дальше спокойно это не только в Киевской области, а можно по всей России работать на соревнованиях, если есть желание. В частности, наши экипажи судейские часто выезжают в Пермь, насколько я помню, да? Да, в Пермский край. В Пермский край мы очень часто выезжаем. Далее мы имели интересный опыт судей-тералли-рейды в этом году. Ну, естественно, вот у нас становится всё больше и больше это судьи Формулы-1. Это тоже, соответственно, всё шажочки к тому, чтобы попасть на такие мероприятия. Ну, Урал всё-таки, да, у нас больше. И даже ралли-рейд это тоже было, будем так говорить, Удмуртия. То есть, ну, вот всё вот здесь рядышком, Приволжский федеральный, да, и это Урал. Ещё раз, 1 декабря с 9 утра приглашаем всех принять участие в семинаре, попробовать свои силы, стать маршалами, последствиями судьями. Где можно ознакомиться с программой, ещё раз почитать? На всех официальных, так сказать, ресурсах, которые посвящены ралли-вяткой. Вы просто набираете ралли-вяткой, там эта информация опубликована. Это группа ВКонтакте, это также группа ВКонтакте Федерации автомобильного спорта Кировской области. И вот на прочих, около-около-около-около спортивных и автомобильных темах везде эта информация размещена. Я думаю, что друзья друзей, там уже 100% кто-то у кого-то есть. Да, и так, но самое главное мероприятие, куда мы всех вовлекаем в качестве зрителей трансляции, читателей наших новостей, это ралли-вятка, первый этап Кубка России 2019 года, который состоится 14-15 декабря. Здесь, в Кирове, интереснейшие спецучастки, огромное количество участников от Сочи до Петербурга, насколько я понимаю, плюс Урал, плюс мы, конечно же, наши кировские экипажи. Есть еще возможность зарегистрироваться. Регистрация началась вот только 15 ноября и продлится она до 7 декабря, насколько я понимаю. Поэтому принимайте участие, смотрите, болейте, участвуйте. На самом деле очень красиво, очень зрелищно. Есть еще что добавить? В принципе, все сказали. Да, сказали мы все. Хочется сказать, что мы рады видеть всех. Пожалуйста, смотрите, изучайте регламенты, задавайте вопросы, интересуйтесь спортом, участвуйте. Хорошо сказала. Итак, ралли-вятка. Будем ждать тогда еще команду организаторов по итогам данного мероприятия. Сегодняшняя программа «Свера и спорт» подходит к концу. В гостях у меня была судья первой категории, заместитель руководителя гонки первого этапа Кубка России, «Ралли-вятка». Там Марина Манина. Спасибо, Марин, большое. Ждем с новостями. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. С верой в спорт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова